Называется «Что русскому здорово!» В прошлом году осенью мы с мужем поехали на кладбище Привезти в порядок могилы, убрать, то всё У нас людное захоронение на Введенском, бывшем немецком Шесть цветничков в ряд и простые мраморные доски Все наши Вальтеры, Дулькейты, Боссерты Я ведь из немцев, точнее из немецких швейцарцев За каким-то чертом их понесло в позапрошлом веке в Россию Не сиделось в альпийских предгорьях Зато их детям посидело здесь по высшей фишке Ладно Участок наш, хоть и густонаселенный, как дружная коммуналка или большая патриархальная семья Довольно ограничен по площади Мы так жили всегда Урны с прахом моих родителей пришлось положить рядом с бабушкой и дедушкой А доску как-то нелепо поставили поверх нижней, вторым ярусом Конечно, это шаткое сооружение сломалось Вместо того, чтобы официально обратиться в контору И оформить квитанцию на простенький ремонт Как сделал бы каждый нормальный и законопослушный швейцарец Мы кинулись искать местного мужика Который быстро, недорого, без бумажной волокиты Ну, в общем, как это принято у нас Как лучше и как всегда Произвел бы несложную реконструкцию за наличные Ну, по обычной схеме Что русскому здорово, то немцу карачу И наоборот Мой муж отличается пагубным умением находить таких хороших мужиков И на этот раз он мгновенно отыскал где-то в лабиринтах старого кладбища На удивление трезвого парня В резиновых сапогах, телогрейке и кепке козырьком назад Парень сурово всматривался в наши скромные руины и качал головой Что же вы так ставили по-уродски? Сказал он, наконец, с тем усталым раздражением С каким обычно учителя говорят с малолетними недоумками Я привыкла к этому тону Его, как наиболее верный, почему-то всегда применяют ко мне продавцы, вахтеры, секретарши Рабочие, рео, уборщицы, офицантки, кассиры и прочий обслуживающий персонал Разве так ставят? Продолжал умелят Я, как кладбищенский работник, просто удивлен Это кто вам лепил тут? Не знаете Ставить как надо? Как? Преданно спросили мы Книжкой Вот так Он соорудил тупой угол из грязных ладоней, соединив их жесткими ребрами Только так Книжкой Любой кладбищенский работник вам скажет Так вы нам сделаете книжкой Только книжкой Я сделаю вам как надо, а не эту халтуру Налепили Короче Четыре сотни вас устроят Муж немедленно выдал кладбищенскому работнику 400 рублей Записал его телефон Оставил свой Сроку тот требовал четыре дня Чем-то привлекала его эта цифра Скрипили уговор к рукопожатиям и разошлись В следующий раз приехали мы на могилу только в марте Годовщину папиной смерти Разгребли огромный сугроз Доски не было Причем дедушки и бабушкина плита была действительно развернута грамцев на 30 То есть некий намек на пресловутую книжку содержался А родительской доски не было совсем Книжку как бы разорвали пополам Сволочь немедленно зарядала я Вандал он ее спер Спер и пропил Почему обязательно пропил? Рассердился муж В саркастической еврейской крови которого Словно мощный гольфстрим Струится неистащимая вера русского интеллигента Народ богоносил Я выхватила у мужа лопату И принялась шуровать в режиме снегоуборочной машины Доски не было Меня налили водки Я выпила и снова схватила за лопату Потом меня опять сменил муж И даже папин друг бравый Старикан включился в раскопки Хотя с тем же успехом можно было залезть на старый клен И поискать среди заснеженных веков Доски не было Дома мы перерыли все записные книжки Блокнотики, кошельки, карманы Игру до старых бумажек Телефон кладбищенского работника исчез Как и полностью изгладилось из нашей памяти его честное имя Я, правда, нашла какую-то вялую запись В старом ежедневнике мужа Имя и телефон И позвонила Петра нет Ответил пожилой дамский бас Что передать? Извините, замялась я А он случайно не работает на немецком кладбище? Кто изумилась дама? Петр? И никогда не работал? Надеюсь, нет Сухо отвечала дама и положила трубку Когда мой муж узнал об этом разговоре, он едва меня не убил Идиотка Это же наш спонсор Владелец завода Газет парохода? Огрызнулась я Подумаешь, это еще никому не мешало в прошлом быть кладбищенским работником Короче, наш мастер установки могильных плит по системе книжка исчез с концами На Пасху меня вновь потянуло на родную могилу Снег сошел, на кладбище было оживленно, как в парке культуры Люди гуляли по аллеям, любовно отмывали надгроби от земли грязи Православные выпивали, сидя на скамеечках в ограде, да и же крайне не отставали Нашей доски по-прежнему не было Я немножко погрелась на солнышке в обществе моих недальновидных швейцарцев и отправилась в контору По мере того, как я излагала там свою сагу о кладбищенском работнике Меня страшно голдя обступили его коллеги, в основном женского пола Шестой участок? Это Сашка, точно Толстый такой, верно? Да нет, возражал я, как расстроенный такой Молодой, высокий, в силогрейке С бородой! Ну а какой же? Чернявый? Нет? Может, Левка? Нашла молодого, хохотали бабы Он уж на пенсии жирует Ей Андреевна нужна Вот кто? Андреевна знает Правильно опять поднялся гвал А, не точно Слышите, вам нужна Анна Андреевна Она хозяйка вашего участка У нее вся информация обо всех ее гавриков подчистую На вопрос, где обитает всеведущая Андреевна, бабы велели искать на участке Там она цельный день соблюдает Не присядет Маленькая такая старушка в халате Часа полтора я бродила среди могил и всех женщин пенсионного возраста в спецодежде Их гнездились на кладбище целой стаи Спрашивала, не Анна ли она Андреевна Наконец, одна из тетушек, подробно меня обо всем расспросив Заметила разумно Кто ж деньги-то вперед дает? Вы же интеллигентная женщина А Анна Андреевна уже вполне старый человек Сейчас-то вполне конец дня И она уже вполне ушла домой Я вам что посоветую? Сходите в гранитку На редкость участливый народ служит на Введенском, бывшем немецком кладбище В гранитной мастерской меня, как родную, встретил запорожского вида пожилой богатырь Выпивши самую малость Не начальник ли он в этой каменной пещере? Бульба раздул усы в том смысле, что быть начальником не вопрос А он гравер Пожалуй, даже так Гравер Уже в который раз я изложила свой горестный сюжет Богатырь искоса смотрел на меня круглым налитым глазом И неожиданно выстреливал резкими вопросами Моложе меня? Фамилия как? Да ваша, ваша На доске фамилия Ростом мне покуда? А я ему? Сколько взял? Садитесь теперь и все пишите Что писать? Отчего-то я совершенно утратила волю во всем этом безумии И покорно села к ободранному столу Все пишите Фамилию, даты Полное изложение доски Нет, не так Чертежным шрифтом Я исполнила чертежным шрифтом Изложение доски После чего боевой гравер взял и переписал мой текст с жуткими каракулями на другой лист Вот и все Он разгладил ладонью полотнище усов Идите домой, не беспокойтесь, я вам его найду Найду, сучонок, не вопрос Я живо представила себе сцену короткой расправы Тараса с Андреем А не найду Тут же, впрочем, легко допустил бесшабашный атаман Так мы что, сами что ли не нарисуем? Не вопрос Новая мраморная доска, как выяснилось из прескуранта, стоила всего-то 200 рублей Уже на крыльце меня настиг последний Не столько вопрос, сколько сногсшабашный дедуктивный вывод атамана У него прыщи Точно? Конечно, думала я, мы закажем новую доску Не вопрос Тем более, там вообще все надо привезти в Божский лист Мы с мужем уже в той фазе, когда говорят Наша могила И как, еще скажите на милость, мог кладбищенский работник поступить с идиотами, которые платят вперед? Нет-нет, все правильно Все абсолютно закономерно Искушать человека грешно Есть нормы поведения в российском обществе, которые надо уважать Тут вам не Швейцария Глубокой ночью, часа в три, меня разбудил телефонный звонок Почему-то не сомневаясь, что звонят с кладбища, я схватила трубку Голос был женский, абсолютно неузнаваемый И со второй фразы я поняла, почему Моя приятельница, тончайшая женщина, музыковед, была пьяна в хлам Алла, пойми, замогильно струилась из эфира Надо что-то делать Я хочу помочь, помочь Господи, кому? Ты знаешь, который час? Это я, я Меня никто не узнает Как странно Алла, дорогая А те, чем тебе помочь? Слеп ты знала Шла бы ты спать, злобно буркнула я, неблагодарная К счастью, в пустоту Потому что Наташа, как всякий сильно пьяный человек Была охвачена чистой энергией космических проблем И не врубалась в Чапукубудин Суть струбила ей в уши своими трубами Отсекая пошлость и суету В эту ночь она одарила меня откровением Буквально омывшим мою измочальную душу Мы должны, сказала она Напряженно и вдумчиво вороча языком Словно жерновом, размалывающим зерно истины Мы с тобой должны создать правильную картину бытия Это был катарсис Я уснула с счастливым сном землепашца и каменотеса Не зря прожившим день Теперь я знала, что предстоит мне делать в этой жизни На протяжении всего, надеюсь, долгого пути к нашей магии Аплодисменты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!